Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с блоком новостей у Марти Киев. Коротко о некоторых событиях. В Карачаево-Черкесии разработают концепцию развития малой авиации. Республика заняла второе место среди регионов России по производству минеральной воды в прошлом году. Отделения Социального фонда России в феврале начнут предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам. И в сентябре этого года на базе Центра дополнительного образования детей откроется первый в регионе Центр цифрового образования детей «Айти Куб». Далее об этих и других темах подробнее. Карачаево-Черкесию посетил директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России Дмитрий Арестов. В ходе его встречи с руководителем региона Рашидом Тимрезовым обсудили различные аспекты взаимодействия с целью выполнения задач по укреплению законности, правопорядка, созданию условий для надлежащего обеспечения правосудия. Обсудили итоги работы приставов республики за минувший год. Отмечено, что наблюдается позитивная динамика. В целом судебными приставами регионального управления завершено на 16 тысяч исполнительных производств больше, чем за позапрошлый год. В 2022 году сотрудниками регионального управления было рассмотрено более 52 тысяч заявлений, поступивших на единый портал государственных услуг. Концепцию развития малой авиации разработают в Карачаево-Черкесии. Вопросы по развитию малой авиации в регионе обсудили в рамках совещания прошедшего в Доме правительства под председательством заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской республики Евгения Полякова. Участники мероприятия подняли вопрос модернизации транспортной инфраструктуры и скоординированного развития системы пассажирских перевозок с учетом улучшения доступности приоритетных туристских территорий, включая авиаперевозки. В качестве территории, подходящей для взлетной площадки воздушных судов малой авиации, предложен земельный участок близ региональной столицы. Помимо этого, планируется выделить дополнительные территории вблизи туристических кластеров региона для развития малой авиации и использования ее как туристической услуги, а также для организации поисково-спасательных операций, которые жизненно необходимы. В Доме печати прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати. Чествование журналистов, которые внесли значимый вклад в становление и развитие СМИ республики, уже стало доброй традицией. Этот праздник является профессиональным для целого ряда профессий. Это не только журналисты, но и ряд других профессий, от работы которых зависит выпуск печатных изданий. С приветственным словом к собравшимся обратился министр Карачаева Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он поблагодарил журналистов за активную работу и вручил от имени главы и правительства республики юбилейные медали столетия образования КРЧР, а также грамоты министерства, отличившимся сотрудникам редакции газет. Поздравил сотрудников региональных СМИ и вручил дипломы и грамоты за активное сотрудничество председателя Карачаева Черкесского регионального отделения общественной организации СССР Увжук Тхагапсов. Мы собрались чествовать журналистов с Днём Российской Печати, поэтому от всей души поздравляю не только нынче работающих, но и ушедших на пенсию заслуженную, и тех людей, которые не смогли оказаться в нашем кругу, но душой и сердцем с нами. Республиканская библиотека Министра по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Ислам Хубиев. Это очень ответственная должность. На самом деле я сейчас думаю, видимо судьба такая у меня была, я должен был взять вот эту ношу и нести её. Ну во всяком случае у меня будет совесть чиста по отношению к вам, но обещаний я никому давать не буду, буду делать всё, что в моих силах. Карачаево Черкесия заняла второе место среди регионов России по производству минеральной воды в прошлом году. По данным Центра развития перспективных технологий, первое место в рейтинге занял Ставропольский край – 425,5 миллионов литров минеральной воды. В 2022 году в нашей республике произведено 402 миллиона литров минеральной воды. Ну а на третьем месте Краснодарский край – 71 миллион литров. Более года назад стартовала маркировка минеральной воды и есть уже значительные результаты. Производители наращивают объёмы производства, а нелегальный бизнес выходит из тени. Этот показатель дальше будет расти благодаря поэтапному внедрению маркировки в отрасли, считают специалисты. Карачаево Черкесия заняла 31 место в номинации «Самоактивный регион» во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности. К участию были приглашены пенсионеры и граждане старшего возраста, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы. Более 5000 заявок поступило на конкурс, из них 4558 работы с 78 регионов прошли первый этап конкурса. От пенсионеров нашей республики на конкурс поступило 24 работы. В России выявлен первый случай заболевания Кракеном под вариантом омикрон-штамма коронавируса. Насколько этот вариант опасен для человека, в чем его отличие от других, а также как его распознать, рассказал руководитель Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Сергей Бескокотов. Он выделен сейчас у нас в России пока еще в единственном экземпляре в Пензенской области. До нашей республики он пока не добрался. И в случае попадания к нам, я не думаю, что какие-то изменения либо в тактике лечения, либо в диагностике будут сделаны. Скорее всего, этот подвид вируса распознают только лишь при лабораторном обследовании. Единственное, что в этом вирусе немножко вызывает опасения, его заразность. Говорят, что он как бы побольше заразен, чем остальные под виды вирусов. То есть, большее количество человек может заразиться в случае его проникновения к нам от одного больного. Но если сразу сказать о мерах профилактики этого вируса, они остаются те же самые, как при любой вирусной инфекции. Это и коронавирусная инфекция, это грипп, ОРЗ. Это, во-первых, специфическая профилактика, это проведение вакцинации. У нас есть в республике вакцина, которая также эффективна и против этого вируса, так называемого подвида вируса омикрон-кракена. А также другие неспецифические методы профилактики. Это соблюдение масочного режима, это проведение витаминизации или просто принятие витаминов. Это нужно одеваться по погоде перед выходом на улицу. А в случае заболевания, естественно, сразу же нужно обратиться к врачу и принять меры для изоляции больного. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, ну и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтезиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в сентябре этого года на базе Центра дополнительного образования детей откроется первый в регионе Центр цифрового образования детей IT-куб. Сегодня подобные центры создаются по всей стране. Их основная цель – дать школьникам с 1 по 11 класс и возможность практической деятельности по направлениям, связанным с цифровыми технологиями. В современных условиях подрастающему поколению просто необходимо быть грамотным и продвинутым в IT-сфере. 18 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» откроются в Карачаево-Черкесии в текущем году в сельских школах. В прошлом году региональная сеть центров «Точка роста» увеличилась на 26 подразделений. Всего в республике функционирует 113 центров. К 2024 году они будут открыты практически во всех сельских школах. Отделения Социального фонда России в феврале начнут предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам после того, как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку. Новая выплата, введенная постановлением правительства страны, с января этого года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку теперь можно и на госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант – нет необходимости. Теперь можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении в поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Данные полисы, его номер, контакты страховой компании, сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. В Карачаево-Черкесии Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. Практика работы школьных лесничеств, которая существовала в советское время, за последние десятилетия практически прекратила свою деятельность. В настоящее время на территории республики действует уже пять школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зеленчукском, Хабецком и Урупском районах. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Медина Боташева. Школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно очень в советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств пять, и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка ста человек. Совокупно в каждом районе, вот, закрепленные за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, научно-опытная часть, которые как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых вот выпускают на кафедре. В ауле Хабес прошел кубок комплексной спортивной школы «Победа» по волейболу, в котором принимали участие шесть команд из разных населенных пунктов. В результате упорной борьбы призовые места достались спортсменам Хабеса, Беслинея и Малого Зеленчука соответственно. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – плюс 6,11. В горах местами от 0 до плюс 5. Утром местами на дорогах – гололедица. В горах свыше 2500 метров – лавина опасна. В Черкесске без осадков. Утром на дорогах местами – гололедица. Ветер южной четверти – 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова